Добрый вечер. Это программа «Археология». Как всегда, понедельник. У нас совместная программа «Археология» и «Газета Ведомости». И у нас, как всегда, соведущий Максим Трудолюбов. Добрый вечер. Редактор отдела комментариев «Газета Ведомости». И сегодня у нас один из вечных вопросов русской жизни. Китай. Наш великий южный сосед. Восточный сосед, даже, да, скорее, как его назвать. В начале июня Путин в Женьминь-Жибао, жижает не только живой журнал, но и Женьминь-Жибао, опубликовал статью к своему визиту в Китай. Накануне своего визита в Китай о том, какие мы замечательные стратегические партнеры, практически союзники. «Газета Ведомости» ответила редакционным комментарием, который назвала Россию младшим партнером Китая. Вот об этом, собственно, и хотелось бы поговорить. Является ли Россия младшим партнером Китая? Является ли она сырьевым придатком Китая? Что, собственно, нам ждать от Китая? Даже не будем говорить в этом столетии, а просто в ближайшие 10-15 лет. Говорим об этом с нашим гостем, обозревателем газеты «Ведомости», экспертом Центра анализа стратегии и технологии Василием Кашиным. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. Мы остаемся пока союзниками, но мы движемся к союзу и к более тесному взаимодействию. Я думаю и даже надеюсь, что до формального союза не дойдет. И судя по заявлениям Путина, которые он делал в последнее время, он сам не стремится к формальному союзу. Скорее, такое сближение крайне тесное с Китаем – это то, что он любит демонстрировать для того, чтобы получить какие-то козыри на Западе. Но ясно, что наши политические отношения с Китаем сейчас лучше, чем с любой другой крупной державой. Василий, вот поясните, если можно. Когда мы пытались разобраться в этом, мы, конечно, не китаисты, но мы, несомненно, обратили внимание на то, что Китай, в общем, не вступает именно в союзнические, то есть по-настоящему близкие, обязывающие отношения ни с кем. А Путин, тем не менее, называет Китай союзником, стратегическим союзником. В чем здесь проблема? Это проблема просто терминов. И, ну, то есть, если действительно все-таки некоторые ситуации такой асимметрии, России очень хочется позировать как бы в мире рядом с Китаем, Китай держится на расстоянии, будучи, в общем-то, экономически гораздо больше, и, в общем, по сути, уже и влиятельнее, весомее в мире. Ну, на самом деле, обе стороны, российская и китайская, они в официальных документах избегают использовать слово «союз», используется термин «стратегическое партнерство» еще с 96-го года. Это не «союз», слово «союз», оно как бы находится под запретом на официальном уровне для обоих сторон. У китайцев есть принципиальная установка о невступлении в военно-политические союзы, тем более подразумевающие какие-то взаимные обязательства по обороне. Она существует еще с эпохи начала реформ, еще с 80-х годов. Она была сформулирована Дэн Сяопином, и она действует по сей день. Нельзя исключать, что... То есть, ничего подобного нашему ОДКБ, наверное, Китай не делает и не планирует? Нет, не планирует. Первый опыт создания международной организации Китаем, которая имеет какую-то активность, проявляет в сфере безопасности, это Шанхайская организация сотрудничества. Это их первый эксперимент в этом отношении, которому они уделяют очень большое внимание. И, в принципе, какие-то намеки иногда бывают, что когда-то, когда созреют условия, может возникнуть такая ситуация, что она эволюционирует в союз. И есть какая-то подготовка, все-таки проводятся совместные военные учения, но пока до этого далеко. Василий, а вообще у Китая есть... Возможно ли у Китая союзники? Вот посмотреть, скажем, на, не знаю, 5000-летнюю китайскую историю. У Китая вообще когда-либо в истории были союзники? Ну, у Китая, конечно, были союзники в новейшей истории, то есть уже после того, как Китай столкнулся с большим миром, то есть был союзником Советский Союз, потом империя Цин, она, когда сталкивалась с экспансией европейских держав, пыталась постоянно играть на их противоречиях, и были отдельные периоды, например, сближения с Россией. Но исторически, если на более длительную перспективу взглянуть, до того, как европейцы так со всей своей силой пришли в регион, в регионе была одна огромная империя, то есть Китай, и много менее крупных государств. Но именно поэтому, когда китайские авторы, китайские политологи пишут о союзах и обращаются к примерам из истории, они не обращаются к примерам из истории Китайской империи как таковой, они обращаются к древней китайской истории, когда страна была разделена на сражающиеся царства, и там были такие тончайшие дипломатические игры, ну, примерно как в Европе XVIII века, когда там царствующие дворы выстраивали, немыслимые комбинации, там браки, обманы, и к этому они обращаются. Ну, понятно, да, вот почему я спросил, потому что вот я думаю вообще философски, как я себе представляю Китай, да, как их название Джунго, Срединное царство, то есть Китай как некий центр мироздания. И, грубо говоря, чисто философски, нужны ли в китайском мировоззрении ему по большому счету союзники, то есть вот у меня вот это вот, как бы их геополитический взгляд на мир очень Китая-центричен. Ну, он меняется, и потом у них есть политическая традиция. Китай длительные периоды своей истории существовал в раздробленном виде, даже когда он был такой доминирующей империей в регионе, все равно значительное внимание уделялось заключению союзов. Другое дело, что там чисто с протокольной точки зрения всегда должно было подчеркиваться, что Китай занимает особое положение, но такая хитрая и сложная дипломатия, она характерна была всегда для Китая. Было характерно выстраивание очень систематизированных отношений с окружающими так называемыми варварскими царствами, которые могли, например... Да, мы же варвары, да, собственно, северные варвары. Уже это не настолько, но там были, например, такие интересные явления, что какое-то варварское царство, которое формально является данником Великого Китая, присылает раз в год посольство в столицу с данью, и послу, когда он отбывает назад, дарят подарки, которые эту так называемую дань превышают по стоимости в несколько раз. То есть это такой... Но в то же время вот с китайской точки зрения было очень важно, что выстраивается такая иерархия отношений. На самом деле, может быть, и мы им платим, а мы, может, даже им платим за защиту, и ничего не можем с ними сделать, но для нас очень важно, что некое наше особое положение признается. Но это многое уже переосмыслено, но что-то, конечно, осталось. Для китайцев очень важны внешние знаки того, что они принадлежат какому-то особому клубу стран, что у них там есть что-то, чего нет у других. Например, вот когда шла речь о том, что вот Китай должен строить авианосец, вот в исполнении китайских ученых это звучало так, что Китай единственная страна, постоянный член Совета Безопасности, у которого нет своего авианосца. Вот, то есть, как бы, это уже непорядок. То есть, вот, все такие символические такие респекты. Да, раз мы, да, член Совета Безопасности, у нас должен быть авианосец, потому что у других он тоже есть. Разумеется, там есть и какие-то практические военные аргументы в пользу того, чтобы его иметь, но в то же время и этот аргумент тоже очень важен. У нас вот, у нас там есть пилотируемая космическая программа у третьих в мире. Может быть, она еще не скоро принесет какие-то реальные научные достижения, но она есть. Ну да, все как у людей. Ну, символ статуса, да, символ статуса. Василий, скажите, а вот, возвращаясь к отношениям с Россией, что именно нужно Китаю от России? Вот мы дойдем до темы наших полезнейших ископаемых, которые мы... Замечательнейших ископаемых. Да, которые мы транспортируем. Но, помимо этого, я вот помню, что мы, собственно, с вами обсуждали это в какой-то момент, что Китай... Ну, во многих позициях Китай солидарен с Россией по международным крупным вопросам, да, и получается так, что Россия чуть ли не больше говорит вслух, там, устами Путина, говоря, там, о, допустим, Сирии, да, ситуации в Сирии. А в чем здесь дело? Почему, к примеру, Китай, будучи откровенно уже сейчас более мощной державой, не возьмет и не, значит, станет сам рвать на себе рубаху? Есть политическая установка, то есть китайские лидеры, вот в условиях этой смены поколения, они находятся во многом в рамках теоретических или идейных установок, которые выдвинуты их предшественниками, которые просто так не отменить, и отказ от которых сопряжен с политическим риском. В данном случае речь идет о политических установках самого Дэн Сяопино, который оставил вот свое наследие в виде ряда изречений, статей и таких своего рода формул, крылатых выражений. Василий, извините, я прерву, а есть ли вообще сейчас в Китае такие цитатники Дэна, вот как цитатники Мао? Нет, есть собрание сочинений, есть собрание сочинений нынешних руководителей, есть собрание сочинений Дэна. Их обязательно надо изучать, это необходимо знать для успешного поступления на государственную службу, есть специальный журнал «Баню и Тань». Там туда сводятся вот такие нормативные документы, правильные взгляды на различные проблемы, и вы должны обязательно правильно отвечать, когда вы сдаете экзамен на госслужбу. Вы можете, вот если вы это не сдадите, то вы можете пролететь. И я знал примеры каких-то довольно блестящих молодых людей, которых вот именно на этом экзамене там заклинило. Ну да, забыли три источника и три составные части. Да, да, там вопросы могут быть типа такого, что на таком-то съезде КПК было сказано там, какая-то формула следует такая, что что-то там хорошо, что-то шире. Вот что за этим кроется? И там пять вариантов ответа. И надо на это ответить. Вот в интернете есть форумы, где люди друг у друга там спрашивают, а что там вот имелось в виду, как на это лучше отвечать. И это довольно сложно. То есть это не в такой примитивной форме, но зубрёжка вот всей этой всем надоевшей идеологии, она продолжается. Но если говорить о внешней политике, то Дэн предписывал, во-первых, не брать на себя лидирующие роли во внешнеполитических проблемах, которые не имеют прямого отношения к безопасности Китая. То есть им нравится, что эту роль играет Россия. Да, держаться в тени, не вступать в какое-то противоборство по проблемам второстепенным с точки зрения безопасности Китая с группами каких-то других стран. И именно поэтому, да, их полностью устраивает, что Россия выступает на первом плане, они её поддерживают. Но они не находятся на острие противоречий и противоборства с развитыми западными странами. Вот. Другое дело, что уже становится ясно, что Россия уже, у неё просто не везде есть достаточно влияния, и её политика не всегда предсказуема, чтобы вот так выполнять всегда надёжно роль Тарана. И ясно, что это проявилось вот в Ливии, где Россия вот по своим, вероятно, внутриполитическим причинам решила Каддафи, в конце концов, не защищать. И китайцы понесли там прямых убытков строительной компании на 16,6 миллиардов долларов, потому что Ливию слили. И там 35 тысяч человек пришлось эвакуировать. И были ещё там другие. Китай, китайских рабочих? Да. Каддафи на момент начала вот всех этих событий в Ливии, он проводил программу очень крупного инфраструктурного строительства. И строилось это во многом руками китайских компаний. Там контрактов действовало строительных на момент начала ливийской смуты на 18,8 миллиардов долларов. Вот что-то там успели китайцам перевезти, а на 16,6 они потеряли. Вот. И плюс там были и другие убытки по каким-то экспортным, видимо, сделкам. Там, видимо, убытки общие, это хорошо за 20 миллиардов долларов. Просто там Россия решила не вмешиваться. А сами они не смогли. У них назревает дискуссия о том, что надо что-то менять, что надо действовать более активно, что надо проводить политику великой державы, но отойти вот от той линии, которая так хорошо работала на протяжении 20 лет, просто так сразу нельзя. А сейчас ещё предстоит смена руководства. То есть это явно уже задача, которую будет решать следующее поколение лидеров, приход которого будет на 18-м съезде КПК в ноябре этого года. А, уже прямо в этом году, да? Да. Ну, собственно, то есть внешнеполитическая роль России, оказывается, очень важна. Она, да, очень важна. Очень часто каштаны из огня таскают, фактически, для Китая. А ещё, почему Китай согласен на эти особые отношения? Есть ещё экономика, да? Есть сырьё. Есть сырьё. Но на самом деле пока что эти объёмы поставок российского сырья, они не настолько велики. Мы входим в десятку крупнейших торговых партнёров Китая, но на нас приходится лишь 2% китайского внешнеторгового оборота. То есть если говорить о том, что являемся ли мы сырьевым придатком Китая, на самом деле мы являемся сырьевым придатком Евросоюза. У нас там более 60% нашего сырьевого экспорта, если я не ошибаюсь, идёт в Евросоюз. С сырьевым придатком Китая до этого нам ещё далеко. То есть у нас выбор быть сырьевым придатком нескольких крупных экономик или быть сырьевым придатком одного Евросоюза. Диверсификация. Да, то есть тут как бы, ну, диверсификация действительно, она в данном случае, видимо, желательна, потому что вот там, если в одной отдельно взятой европейской экономике что-то начинает происходить, нам сразу становится не по себе. Ну что ж, давайте вот этот вопрос о том, является чьим сырьевым придатком является Россия и хорошо ли нам таковым придатком оставаться, обсудим после небольшой паузы. И снова добрый вечер, программа «Археология». Максим Трудолюбов, Сергей Медведев приветствует вас, как всегда, по понедельникам. Это «Археология ведомости». Максим. Добрый вечер. Я редактор отдела комментариев газеты «Ведомости». Сегодня мы продолжаем разговор о Китае. Мы отталкивались от редакционных статей, от статей Василия Кашина, нашего обозревателя и колумниста, о том, как устроены отношения с Россией, и как меняются они, учитывая, что Китай растет и занимает уже все более значимую позицию в мире. Мы хотели бы перекинуть мостик из прошлой, из того, на чем мы прервались. Мы говорили о том, что Россия является ли она сырьевым придатком. В какой мере, и мне просто интересно, чтобы закончить тему, насколько мы правы в том, что мы считаем вот это соглашение с нефтью, с нефтепроводом, все-таки в значительной степени невыгодным для России. Мы до сих пор не знаем толком цены, по которой... Ну вот, полученный кредит, который изначально были первые деньги на покупку Роснефти, на покупку активов ЮКОСа, потом новый кредит. Цена, по которой идет нефть, мы толком не знаем. То есть, да, вопрос в том, что российско-китайское сырьевое сотрудничество крайне непрозрачно, и, по крайней мере, существуют большие довольно подозрения о том, что оно очень невыгодно для России. Потому что вот эта вот цена поставки на 25 лет вперед, она как-то очень для нас... Нет, ну, цена поставки нефти по ВСТО, она привязана к цене в морском терминале Казмино. То есть, она довольно прозрачна. Там был ценовой спор, когда китайцев обвиняли в недоплате, в недоплате, там, нескольких сот миллионов долларов Роснефти и Транснефти. Его история, ну, на данный момент известна, его причины. Это, значит, это связано с грубой довольно ошибкой, судя по всему, допущенной китайской делегацией при согласовании этого контракта по поставке нефти по ВСТО, который воспользовалась Россия в лучших традициях российско-китайских торговых переговоров, а именно представитель китайской делегации не учел, что вот в эту цену нефти в порту Казмино, к которой привязана цена поставки нефти в Китай, входит транспортный коэффициент поставки, там, на полторы тысячи километров от Сковородина до Казмино, что приводило к тому, что для китайцев, там, цена составляла лишние, там, сколько-то долларов, там, за баррель. Это было упущение, это признано, в принципе, вот тех китайских специалистов, которые над этим работали. Наши, видя это упущение, сказали, ага, там, все, давайте платите. Начался скандал, вообще российско-китайские торговые отношения, они характеризуются максимальной жесткостью, изворотливостью и скандальностью обоих партнеров. Там обе стороны друг друга стоят. Вот это была классическая ситуация, одна сторона ошиблась, другая воспользовалась, начался затяжной скандал, потом кончилось тем, что нашли компромиссное решение после вмешательства первых лиц. То есть, там, как-то убрали этот коэффициент, рассчитались по долгам, вырулили на новую цену. Но в целом это, я не согласен, что это невыгодное для нас сотрудничество. Оно для нас выгодно. Мы должны диверсифицировать маршруты экспорта наших энергоносителей. То есть, с ценой все нормально. С ценой, да, все нормально. И мы должны... А вот электроэнергия, Васильев, тоже в статье «Ведомостях» написано, что электроэнергию в России продается в Китае по более низкой цене, чем местным сибирским потребителям. Ну, экспорт электроэнергии в Китае, он может осуществляться по цене, по которой мы можем ее туда продать. То есть, если у нас есть избыточная электроэнергия... То есть, это рыночная цена. Да. Но, понимаете, ситуация такова, что если у нас есть избыток электроэнергии, и у нас есть работающее оборудование, которое ее производит, эту электроэнергию надо куда-то девать. Это цены на электроэнергию в Китае, к сожалению, регулируются государством. Довольно жестко, и в отдельные периоды они ставили на грань убыточности полные и собственные компании, особенно занимающиеся тепловой генерацией. У них там были периоды, когда уголь, который не регулируется, рос, а электричество с целью искусственного сдерживания инфляции оставалось дешевым, и там уходили в минус компании. Да. Какой у нас выбор, если у нас есть... Ну, в общем, понятно, понятно. То есть, мы же не строим мощности специально для Китая, они есть избыточные. Ну, понятно, есть, и мы продаем. Ясно. Окей. Да, чтобы просто уже... Давайте тогда перейдем к более общим материям. Вот вы, Василий, рассказывая про коммунистов, да, про экзамен упомянули. Вот стратеги, которые руководят политикой Китая, и которые, вот, собственно, и, вероятно, ответственны за общий такой политический, исторический, можно сказать, успех Китая последних 30 лет. Насколько вот эта элита сравнима с элитой исторического Китая? Насколько сильны традиции на государственные службы? Как это выглядит в сегодняшнем Китае? Ну, государственная служба исключительно престижна, несмотря на очень низкие заработные платы госслужащих, но у них есть соцпакет, социальное обеспечение определенное, ну и, разумеется, многочисленные коррупционные варианты, более или менее приличные, там, себе помочь или... То есть административная рента в Китае существует? Конечно, она существует так же, как у нас в России, фактически. Так же, в том же объеме? Я думаю, нет никаких разумных оснований предполагать, что он меньше. Но по индексу трансперенси Китай все-таки выше нас стоит. Индекс трансперенси измеряет восприятие коррупции, а не саму коррупцию. И при этом даже сами авторы индекса трансперенси всегда обращали внимание, что надо отмечать изменения индекса для индивидуальной страны, а уже там междустрановые сравнения, они вторичны. То есть, как бы, в любом случае выстраивать страны по индексу трансперенси и на основании него делать такие выводы, что где-то больше, где-то меньше, нельзя. Но, как бы, те факты, о которых мы знаем, там, о колониях целых, там, тысячных китайских чиновников, за рубежом вывозящих в среднем, там, миллионы долларов, о том, что вот находится под домашним арестом член политбюро, а его жена, там, вела бизнес с английским решателем проблемы, его убила, там, что, там, судя по всему, в Министерстве железных дорог, где министр сел и главный инженер, там, в процессе строительства скоростных дорог, там, министр на несколько сот миллионов долларов наворовал, а про инженера писали, что он вывел чуть ли не под 3 миллиарда за рубеж главного. Василий, вот такое историческое уточнение. Это вообще исторические прецеденты? Потому что, когда мы говорим о российской коррупции, мы все, в общем-то, смотрим назад туда, и на Меньшиковы, и на Кормление, и так далее. А в Китае, в имперском Китае, это тоже был феномен коррупции? В Китае были жутчайшие примеры коррупции. Обычно они были связаны, ну, уже с особенностями монархического правления, с фаворитизмом, с образованием клик Евнухов вокруг императоров. И обычно это была одна из важных причин упадка династии, но... Слушайте, а вот нам бы, да, клик у Евнухов вокруг президента. Вот было бы интересно, да. Да, у нас, вот, к счастью, да. Но это уже, видимо, то, что есть сейчас, это скорее такое общее явление, характерное для многих развивающихся стран. То есть чиновники имеют огромные полномочия, судебная система какая-то независимая отсутствует, и уровень... Ну, то есть, как бы сказать, институциональная ситуация, нынешнее состояние стимулов, оно важнее, чем традиции и всякие такие книжные параллели. Да, это скорее какие-то общие... Ну, всё-таки традиция, всё-таки нет, но всё-таки, мне кажется, традиция госслужбы, она очень, очень сильна. Что от традиции осталось? А что там вот это... Уважение к госслужбе, бюрократии. От традиции осталась очень важная вещь, которой нет у нас. Это уважение к формальному статусу и дисциплина. То есть китайский чиновник, он, у него будет прилипать к рукам, но он исполнителен, дисциплинирован и управляем, даже при всей своей вороватости. То есть решения логичные и выполнимые в принципе, если они приняты, они исполняются. Если они не могут быть исполнены, они спускаются на тормозах, и постепенно это затухает, но в целом китайский чиновник встроен в систему, и он будет воспринимать других людей, исходя из их статуса, и исполнять решения. То есть ситуация, когда допускается какой-то полный провал, полностью кто-то проштрафился публично при всех, и ему ничего за это нет, как это очень часто бывает у нас, когда есть люди, имеющие совершенно чудовищную репутацию, на участке которых произошло что-то совершенно страшное, у них этого нет. У них, если у вас вот уже получилось так, что у вас в уезде погибло, допустим, много детей в катастрофе, или какое-нибудь массовое пищевое отравление, или какая-нибудь супер-банда, как выяснилось, орудует, вот вы за это ответите. Вас уже, если это уже вылезло на поверхность, вас уже это не спасет. Если происходит какой-то дикий случай, который выходит в публичное пространство, летят головы. То есть есть система публичной ответственности, да, и общественного, не хотя бы, какого-то контроля. То есть какая-то подотчетность работает. Есть, да. То есть она не прямая подотчетность обществу, как в западной демократии, да, она подотчетность там... Но есть, да, зависимость от результата, и если уже вы проштрафились настолько, что ваш провал виден, и его невозможно скрыть, то ваша голова полетит. А вот если вот выделены деньги, да, на дорогу, то дорога все-таки будет, да? То есть возможно такое, что дороги нет, что не только деньги украдены, да? Она будет, но ее могут построить каким-нибудь таким образом, завысить цену могут, могут какого-нибудь своего подрядчика подобрать, но такого вот допустить, что вообще ничего нет, действительно нельзя, потому что тогда уже ничего не скрыть, и уже человеческие отношения... Ну понятно, но то есть все-таки разница есть, разница есть. Есть разница в управляемости государственной системы, то есть она управляема в России, она менее управляема. Это за счет жесткости партийного контроля, за счет чего больше поддерживается большая управляемость всей системы? То есть, грубо говоря, в Китае гораздо более сильное государство, чем в России, если я правильно понимаю. Оно более сильное за счет того, что в России, как бы это видимо, за счет того, что в России партийная система, которая была основой государственного аппарата, была разрушена, наработанные ей какие-то правила, практики и механизмы ушли во многом. В Китае она действует и является основой всего. Если вы нарушили уже какие-то формальные правила, вы за это отвечаете. Пока вы не допустили явных нарушений, вы можете пристроить всех своих родственников в хорошие места, собирать дань с локальных бизнесов, давать подряды своим людям за большие откаты, проводить приемку хреново, плохо построенных объектов. Нормально, нормально. Или строить скоростные железные дороги с нестандартным оборудованием. Но если что-то произошло, что уже невозможно скрыть, действует железное правило, что виновный есть всегда. То есть он будет найден, когда произошла авария. Да, вот это заменит авария на скоростном. Да, то есть все равно нашли виновного. Нашли, скорее всего, несправедливо, но это был большой человек, руководитель госкомпании, производившей железнодорожное сигнальное оборудование. Там, поскольку объявили, что авария вызвана плохой работой сигнального оборудования, начали посылать проверки, наводить его по судам. Месяца через два, если не ошибаюсь, он умер от инфаркта на рабочем месте. Общество было, так сказать, жертва была принесена. Да, да, да. То есть в этом отношении правила действуют очень четко. У нас они как бы не действуют. У нас, когда вы попадаете в какую-то обойму, считается, что вы... Неприкасаемые. Неприкасаемые. У них как бы при схожих масштабах воровства есть управляемость и есть понимание, что если правила нарушены, то надо за это отвечать. Очень интересно. Мне кажется, вы разрушаете, вот, Максим, не знаю, согласишься или нет, один из мифов. Потому что все-таки, мне кажется, у нас очень сильно бытует вот это убеждение, что в Китае расстреливают за коррупцию, там, громкие дела. То есть, ну, такой некий, как у нас говорят, при Сталине был порядок, да? И вот якобы в Китае тоже есть порядок. Вот партийный контроль, вот расстреливают, и вот она дисциплина. Есть цифра, есть статистика Верховного народного суда КНР по приговорам за коррупционные преступления. Я вот ее видел за 2010-й, вот последнюю, может, еще не выпустили. Значит, в 2010-м году за коррупционные преступления из всех осужденных, наказания в виде пяти лет лишения свободы и более строгие получили всего лишь где-то 20% осужденных. То есть, остальные все осуждены на сроки менее пяти лет, либо, там, какие-то, может, вообще наказания, не связанные с лишением. А подкуп возможен судейской системой здесь, судебной системой? Возможно, были возмутительные совершенно истории, которые попадали потом в интернет, в благосферу. В Китае вызывали массовый гнев и пересмотр этих решений. Была одна из первых историй, это еще было несколько лет назад, когда богатая тетка на лимузине взяла и специально сбила какую-то торговку уличную. Это история с тележкой, с луком называлась. Сбила уличную торговку, которая своей этой тележкой поцарапала ее лимузин. Ага, как знакомо. Сбила насмерть, и ее судья отмазал за взятку, как потом выяснилось, в 20 тысяч долларов. Эта история попала в интернет, поднялась волна гнева, и в итоге вот такое давление общественности привело к тому, что дело пересмотрели, и судью посадили, и тетку эту посадили, и мужу этой женщины компенсацию выплатили. То есть вот такие истории бывают, но бывают совершенно дикие судейские решения. Интересно, Василий, мне кажется, здесь еще один миф такой сильный о том, что в Китае полный контроль, интернет зажат, Фейсбука нету. А то, что Вы сейчас рассказываете, благосфера может изменить судебное решение. То, чего даже, в общем-то, в России до сих пор не происходит. Есть очень... Ну, дело в том, что на контроль над интернетом тратятся большие ресурсы, но насколько он работает, это вопрос спорный. Действительно, блокируются зарубежные сайты, многие, но практически всегда, если у Вас есть жгучее желание, Вы можете на них выйти. Есть там, ходят программы специальные, которые позволяют обойти эту стену так называемую. Китайский файлбол. Китайский файлбол, да. Они есть, это неудобно, но на самом деле я не видел, чтобы там китайские какие-то обычные люди широко этими программами пользовались. Это вот любят иностранные журналисты в Пекине, какие-нибудь интеллектуалы там этим пользоваться. Если там в офисах, допустим, иностранных СМИ стоят какие-нибудь прямые уже линии связи, на которых это вообще не действует, и китайское правительство не особо мучается по этому поводу, для них важно, чтобы вот широкая такая масса людей не читала определенные сайты зарубежные на китайском языке. Но внутри Китая благосфера совершенно огромна. Они могут в каких-то случаях в авральном режиме из каких-то ресурсов быстро снимать материалы, которые их волнуют. Есть масса способов это обходить, когда, например, сообщения политического характера определенные, они распространяются в виде картинок, сканов. Уже эта текстовая система ей трудно распознать. Есть там еще миллион каких-то технических ухищрений, но во многих случаях даже их не требуется. Они не могут контролировать все в ежедневном режиме, и люди обсуждают различные проблемы, и люди делятся информацией, иногда явно закрытой. Василий, смотрите, тем не менее, есть со стороны Запада часть мнений достаточно радикальных о том, что система действительно сильно коррумпирована, и в обществе уже присутствуют элементы разочарования. А насколько, каковы, одним словом, перспективы китайской политической системы, насколько она прочна, что с ней может произойти под влиянием все больше активизации гражданского общества и еще каких-нибудь процессов, которых мы даже не знаем, может быть, экономических, расширения среднего класса? Гром говоря, да, грозит ли Китаю своя болотная? У них уже Тинянь-Мэнь сорвался? Прежде всего, как бы, китайское правительство, оно осознает все эти угрозы, и в этом оно уже, можно сказать, выгодно отличается от правительства Советского Союза в свое время, может быть, в чем-то и от российского правительства сейчас. Они понимают, что они в некоторой степени сидят на вулкане. Я не уверен, что Китай можно сравнивать с нами сейчас, он находится в другом историческом периоде, он находится в периоде индустриализации и урбанизации, когда главное изменение, которое происходит в обществе, это то, что масса вчерашних крестьян приходит в города... То есть это наши 50-е и 60-е? Да, наши 60-е. Да, начинает работать, их благосостояние растет, но в то же время растет расслоение, они находятся под сильным прессингом, там высокие цены на недвижимость, плохой доступ к школам, несправедливость, и этих людей, в принципе, волнуют другие вопросы, более практические. Напряжение растет, но многочисленные выступления, которые происходят, они происходят из-за нарушений вполне конкретных прав людей. Там, отъем земельного участка, обман вкладчиков в жилье. Ну, как у нас, да, обманутые дольщики и так далее. Да, там, несправедливые, там, увольнение, произвол работодателя, безработица. А вообще, Василий, вот опять-таки, ну, невозможно не сравнивать, конечно, с Россией, потому что мне кажется, что сейчас, даже глядя на протест последнего полугода и вообще на ситуацию последних, там, трех-четырех лет, основная тема на повестке дня российского общества и в том числе протестного движения, это тема несправедливости, несправедливость общественного устройства, несправедливость суда, несправедливости мелкие, вот как раз это обманутые дольщики, там, вкладчики. В Китае есть вот эта вот большая тема несправедливости. Она есть, но типовой, то есть у нас, там, болотное, сколько там десятков тысяч человек, у них имеет место тысячи мелких выступлений по всей стране. Некоторые выступления настолько крупные, что могут охватывать город, там, с населением в несколько сот тысяч человек. Ну, например, в типовом виде такое выступление, о них, в принципе, даже сообщается в государственной прессе, имеет следующий сценарий. Вот в город много приезжих мигрантов. Они занимаются, например, там, черновой работой, торговлей. В какой-то момент местные полицейские наезжают на какую-нибудь торговку, которая стоит с лотком в ненужном месте, завязывается потасовка, и там эту торговку кто-нибудь об стенку лбом там. Раз, у всех там окружающих, таких же рабочих мигрантов, вспышка гнева, начинается побоище, там сжигают 20 полицейских машин. Это все длится там 2-3 дня, потом это частично угасает, частично разгоняют, после этого местное начальство снимают, а там из тех, кто наиболее активно там сжег полицейские машины, выбирают там 10 самых ярых и сажают в тюрьму. Вот таких вот инцидентов по всей стране происходит очень-очень много. Они не имеют никакой политической программы. Это совершенно другое, это невозможно сравнивать с тем, что происходит у нас, когда наоборот в Москве какие-то люди, у которых прежде всего есть какое-то идейное видение того, что должно быть, что бы мы хотели изменить, там более такой интеллектуальный класс собирается и что-то демонстрирует. Тут наоборот, и тут есть реальная опасность, она возникнет, если появится кто-то, кто сможет координировать эти выступления в разных. И тогда это будет опаснее, чем тысяча болотных, болотных, потому что это... Ну да, в Китае все помножается. Это реальная сила. То есть это люди, которые чувствуют большое напряжение, и как только они чувствуют силу, и что они могут что-то изменить, они готовы к насилию прям сразу. Василий Кашин, напомню, у нас в гостях, эксперт Центра анализа стратегии и технологии. Мы уйдем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология и ведомости». Максим Трудолюбов и Сергей Медведев. Как всегда, по понедельникам обсуждаем насущную тему. Сегодня это тема Китая. Медведь и дракон. Могут ли они быть союзниками? И в какой степени дракон, китайский дракон, может являться неким примером для России? В том числе, вот, я думаю, что вот эту последнюю, третью часть нашей передачи мы хотели бы вопросу, который Максим уже задал, посвятить. Насколько устойчив рост Китая? Насколько существуют социальные корни этой устойчивости? И, может быть, уже, если останется время, в самом конце обсудить, насколько Китай может экспортировать свою модель, являться моделью для остального мира, и в том числе для России. Так вот, повторяй этот вопрос, Максим, об устойчивости. Ну, Китай сейчас находится, уже вступает, наверное, в окончательную фазу периода индустриализации, индустриализации, который был, да, у каждой страны в свое время когда-то. У нас он был, там, в 30-е, 50-е годы, к сожалению, это была социалистическая урбанизация, плюс еще война. Вот, у каких-то, там, западноевропейских стран это 19-й век, у Китая вот тот же самый период. Известно, в принципе, что такой период всегда сопровождается ростом общественного напряжения, противоречий, но в то же время и очень быстрым экономическим ростом, который основан на демографическом ресурсе, на большом количестве людей, которые пребывают, готовы работать тяжело и хорошо долгое время за маленькую оплату. У Китая вот этот ресурс роста постепенно начинает подходить к концу, потому что политика ограничения рождаемости приносит свои плоды по расчетам Академии общественных наук после 1917 года начнет сокращение численности рабочей силы в абсолютном выражении. То есть и локальные нехватки рабочей силы и рост зарплат, особенно для людей с квалификацией, есть уже сейчас. Соответственно, руководство КНР тоже это осознает и в связи с этим ставится вопрос о смене модели роста. То есть трудоинтенсивные такие отрасли, связанные с большим количеством неквалифицированного труда, будут умирать, например, текстиль, игрушки. Они уже, они продолжают пока расти, но темпы их роста все больше отстают, многие производства уже мигрируют во Вьетнам, Индонезию и другие подобные страны. Китай видит свое будущее в том, чтобы идти уже по пути Южной Кореи, то есть превращаться из экспортера трусов или мобильников, собранных из импортных деталей, где доля китайской стоимости ничтожна, уже в производителя промышленного оборудования, автомобилей, энергетического оборудования, какой-то собственной уже электроники, то есть двигаться вверх по цепочке стоимости. На это тратятся очень большие ресурсы в области образования, поддержки промышленной политики. Отдельные есть успехи, они известны широко, то есть в области производства промышленного оборудования, средств связи есть такие мощные уже компании, как Huawei, Lenovo и так далее, но пока что говорить о том, что вот все получится еще рано, то есть это длительный процесс, он будет еще продолжаться в течение скольких-то лет, при благоприятном стечении обстоятельств, у них будет рост с меньшими темпами, там между шестью, допустим, и восьмью процентами. но более качественной добавленной по производству добавленной стоимости. При этом, насколько я понимаю, рост доходов населения, что, естественно, заключает в себе и рост их самосознания, активности, и, вероятно, неизбежно приходит к повышению гражданской и политической активности. Понимают ли они это? Они понимают, то есть, после предыдущей сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей, премьер Госсовета Вен-Дзиабао заявил о неизбежности и необходимости крупных политических реформ. То есть, они прекрасно понимают, что у них нету сейчас идеологии, которую можно воспринимать без смеха, потому что весь этот марксизм, он всем уже надоел, но и выбросить его как бы нельзя. У них... То есть, верность марксизму в основном ритуальная все-таки? Она ритуальная, Вот эти цитаты, эти госэкзамены на знании источников. Да, она ритуальная, над этим уже даже смеяться всем надоело. То есть, есть вот такой музей, это бывший завод 798, это вот музей современного искусства такой огромный. И вот если там ходить, там огромное количество абсолютно легально выставляемых произведений, это вот какая-то издевка такая над всей стилистикой, символикой. Вроде нашего соцарта, да? То есть... Ну, да, то есть, это такая издевка над всеми этими ценностями именно старой коммунистической эпохи, что там уже как бы это всеми принимается совершенно спокойно. Есть люди, которые ностальгируют, есть леваки свои, но и у них то идеология тоже отличается от вот этого искусственного образования, которое есть у современной КПК. Они хотят чего-то более энергетического, такого, крайнего, у них тоже протестная своя, свой какой-то настрой. Но при этом вот власти, значит, вот эти наши элиты, да, коммунистическая, она надеется этот переход удержать под контролем, то есть, надеется, что он пройдет контролируемым образом. Да, они надеются создать, у них есть идея о будущей политической системе, они очень глубоко изучают, очень сильно интересуются опытом Сингапура, где есть демократические институты, но в то же время это такая управляемая демократия. И в определенной степени для них полем для эксперимента является Гонконг, тоже это эксперимент с управляемой демократией. Они изучают вот все эти примеры и хотят, насколько можно судить, реализовать нечто подобное на китайской почве. Но как это сделать, в какой форме, нету пока единой точки зрения. А цель какая? Правильно ли понимать, что цель, если говорить о генеральной цели, это сохранение за коммунистической партией, или за элитой, которая, может быть, перестанет называться даже так, просто сохранение нынешней элиты, ее преемственности. Сохранение, во-первых, да, сохранение преемственности элиты, но и важнейшая цель, то есть все же это не просто люди, которые думают о своем кармане, это патриоты с определенными идеями. Это, кстати, очень важно. Вот это есть вот эта вот мотивация государственническая? Есть, да. Она очень сильная, они хотят оставить определенное наследие, и при том, что у каждого там есть какие-то свои другие интересы, все равно важнейшая цель это именно строительство сильного, устойчивого государства мощного, которое... Социалистического? Или этим вопросом уже никто не задается, да? Лишь бы ловила мышей кошка, черная или белая? Да, то есть этот термин будет еще использоваться какое-то время, но это не является для них принципиальным. То есть они верят, они, очевидно, верят в то, что они смогут себя очистить, да, потому что трудно представить, если как бы вот коррупция как болезнь будет совсем захватить полностью всю эту, то трудно поверить, что выживет система, да? Значит, они верят в то, что можно, сутилита может сама себя почистить. Они считают, что они смогут, у них были даже эксперименты по созданию каких-то инструментов общественного контроля, они считают, что по мере того, как они будут выстраивать и обновлять свою политическую систему, они смогут сократить условия для коррупции до какого-то приемлемого уровня. Ну и, разумеется, чисто и компании по борьбе с коррупцией тоже продолжаются, другое дело, что они едва ли что-то кардинально меняют, они скорее позволяют сохранить хотя бы управляемость государственного аппарата. Ну в целом, Василий, вот как я понимаю, уровень планирования там такой, что нам и не снился, долгосрочного в особенности планирования. Горизонт планирования там принципиально другой. Да, не чувствуют себя, ну понимаете, как бы у нас еще там 15 лет назад не было даже бюджета, там у нас бюджет годовой начал реально приниматься и как-то исполняться где-то во второй половине 90-х. У нас там как бы до определенного момента любое российское правительство имело вообще горизонт планирования там исчислявшийся чуть ли не несколькими месяцами, потому что оно боролось за выживание и вообще было непонятно, что там будет через год, да, там если взять 90-е годы просто в обстановке тотальной нестабильности. То есть потом там какие-то зачатки долговременного планирования, они появились на волне этого экономического роста уже где-то там в середине путинского правления. У них все-таки они политически чувствовали себя более-менее уверенно с самого начала, поскольку у них существовала их система управления партийная непрерывно там сталкиваясь с кризисами, но тем не менее не было такого, что там все силы были сконцентрированы на задачи, как удержать валюту от обвала, как избежать дефолта в ближайшие пять месяцев или там банковского кризиса там прямо сейчас. Они поэтому я считаю, что это естественно, что они были в состоянии планировать на более долгий срок, они всегда чувствовали себя более стабильно в экономическом отношении, они менее зависимы от сырьевых цен, что тоже добавляет уверенности. У нас постоянно над нами висит дамоклов меч, упадут цены на нефть, не упадут цены на нефть. Но вы верите в то, что можно вот эту систему при отсутствии традиционных для демократии механизмов прямой связи, как бы фидбэка усилиями элиты очистить саму себя так, чтобы развитие было возможно. Это ведь будет как бы предполагаться совсем не западный путь, ведь не предполагается, что вдруг возникнет настоящее разделение властей, настоящий независимый суд, настоящая свободная пресса полностью, которая будет абсолютно свободно писать о чем угодно. Этого не планируется, правильно? Понимаете, это может планироваться в очень отдаленном будущем, но уже сейчас китайская пресса обладает очень высокой степенью свободы всегда, когда речь идет о, например, экономической политике и даже о социальной политике. Вообще управляемость китайской прессы довольно низкая. Я вот знаю один конкретный пример. Частная экономическая газета в Пекине. Ее зам главного редактора написал разгромную колонку с критикой института прописки, где просто разнес его в пух и прах, и это реально вызвало гнев у руководства, у отдела пропаганды ЦК, который формально всеми рулит СМИ в стране. Пришло указание его уволить. Значит, человек был формально уволен, при этом продолжает работать на том же месте, получает зарплату в конверте и даже ведет редакционные планерки, совершенно открыто и не скрываясь. Хотя формально он бросил вызов системе, теоретически его должны были стереть в порошок. Реально кто-то прислал бумажку, даже не потрудился это все проверить, и все продолжается по-старому. И таких примеров много, то есть если уж совсем не призывать идти маршем на Тянь-Ань-Мэнь, то можно позволить себе очень много. И это то, что происходило, вот это ослабление контроля постепенно. И сейчас происходит либерализация правил инвестирования в китайские СМИ. То есть больше возможностей уже будет для частного бизнеса в них участвовать. у них есть некое видение того, как должна система эволюционировать. Они понимают, что они не могут отпустить все рычаги сейчас, неизвестно, хотят ли они прийти к тому, что будут все рычаги отсутствовать. Видимо, нет, но они хотят создать какой-то баланс, создать под контролем как-то управляемые общественные силы, какие-то полусвободные СМИ, потом поэтапно давать им чуть больше, чуть больше свободы, потом поэтапно перестраивать собственную политическую систему и в идеале прийти к чему-то такому, что существует, допустим, в Сингапуре. и вот это горизонт планирования дальше уже можно решать. Утопия или нет, Василий, насколько это утопия? Это может получиться при очень большом количестве благоприятных условий в течение длительного срока, но вероятность того, что это не получится, вероятно, выше. То есть может если все это экономическое и социальное давление, вызванное ростом урбанизации и так далее, оно может нарушить стабильность всего этого процесса и придет какая-нибудь другая группа руководителей к власти. Ну что ж, время нашей передачи незаметно подошло к концу. Мне кажется, Василий, напомню, что у нас в гостях был эксперт Центра анализа стратегии и технологии Василий Кашин разоблачил сеанс черной магии с разоблачением. Разоблачил несколько мифов, которые есть в нашем общественном сознании о Китае. В частности, миф об отсутствии коррупции, о жестком, практически таким, почти сталинском контроле. Коррупция существует, контроль обходится в том числе гибкими и, так сказать, податливыми судами. Миф об отсутствии интернета. Интересно, как, действительно, с огромным интересом я услышал, как благосфера может повлиять на некие политические решения, миф об отсутствии свободной прессы. В общем, я думаю, Максим, что мы увидели, что Китай гораздо сложнее, гораздо менее линейный, чем то, что мы привыкли о нем думать. И в этом смысле будущее несколько сложнее, чем оказалось. Да, захватывающая история, за которой мы будем внимательно следить. Ну что ж, я благодарю, благодарю своего коллегу Максима Трудолюбова, редактора тела комментариев газеты ведомости, нашего гостя Василия Кашина. Это была программа «Археология ведомости», звукорежиссер за пультом Евгений Лабыч, продюсер программы Дина Трубовская. Доброй ночи и удачи. Счастливо. До встречи в следующий понедельник.